Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев. Сегодня у нас среда, 28 мая. Мы начинаем вебинар, ежедневный обзор валютного рынка Forex. Начнем по традиции с календаря событий сегодня. В 11.55 московского времени мы получим данные из Германии по рынку труда за май. Больше сегодня новостей важных не ожидается, и мы сразу переходим к паре евро-долларов. В первой половине дня мы получим данные из Германии по рынку труда. В последнее время ведущие экономики еврозоны не радуют инвесторов публикации позитивной макроэкономической статистики. И сегодня не стоит ожидать приятных сюрпризов. Для роста занятости сейчас роста нет предпосылок, потому что у нас в еврозоне инфляция в совокупности с слабым экономическим ростом в первом квартале сейчас не способствует снижению безработицы. Поэтому для позитивных тенденций на рынке труда нужны какие-то предпосылки, нужны грайверы позитивные. Сейчас их мы не видим. Наоборот, мы видим очень много статистик из Германии негативной. Как по промпроизводству, так и по торговому балансу, так же приближающие индикаторы, такие как PMI, такие как ZW, а также ZW и CO, тоже указывают на замедление тенденций экономического роста в ближайшей перспективе. Соответственно, сегодня можно ожидать некоторых данных на уровне медианных прогнозов, что не сможет вызвать сильную реакцию участников рынка на это событие. Из штатов сегодня не ожидается публикации интересных отчетов, и поэтому сегодня в целом по паре евро-доллар можно ожидать развитие боковой тенденции. На сегодня необходимо выбрать следующий уровень поддержки и сопротивления. Поддержка расположена на отметках 1.3561, 1.3478, сопротивление расположено на отметках 1.3648, 1.3731. Сейчас в Азиатской торговой союзе мы наблюдали такую, скажем так, диапазону торговую, достаточно узкую консолидацию. У нас сейчас текущий курс 1.3631 по паре евро-доллар. Соответственно, можно ожидать некоторой консолидации возле уровня сопротивления 1.3648, после чего можно вполне ожидать прогнозирование небежных настроений. Но в целом, сегодня боковая тенденция, поскольку нету драйверов как для падения котировок, так и для роста котировок. Уважаемые коллеги, если у вас есть какие-либо вопросы по паре евро-доллар, задавайте, пожалуйста, пишите свои вопросы в чат. Но мы пока перейдем к следующей нашей валютной паре, и это у нас на очереди пара фунт-доллар. В Великобритании и Штаты сегодня не порадуют участников валютного рынка, публикации важны на экономической статистике. На этой фоне можно ожидать развития боковой тенденции в течение дня. С одной стороны, инвесторы оптимистично смотрят на пару фунт-доллар. У нас среднесрочный тренд, он восходящий по паре фунт-доллар. Инвесторы считают, что темпы для амнического роста на Туманном Альбионе в этом году будут достаточно высокими. Однако сейчас, на срочной перспективе, нет драйверов для роста котировок, и инвесторы займут выждательную позицию. Потому что, с одной стороны, вроде бы есть отличные шансы на рост, на тестирование вновь отметки 1,70, Но, с другой стороны, участники рынка боятся, что высокие курсы будут оказывать проблемы для британских спортеров. И, соответственно, это побудет монетарные власти финансовые отложить повышение ставки на, допустим, 1-2 месяца в следующем году. Соответственно, это негатив для роста британской валюты. Поэтому, сейчас, скажем так, смотрим на приближающий индикатор еврофункт в отсутствии новостей по Великобритании и Штатам. Если он будет расти, то пара фунт-доллар будет снижаться, или наоборот, если еврофункт будет снижаться, то пара фунт-доллар будет расти. Сейчас в Азиатскую торговую сессию мы наблюдали умеренный рост по крупной фунт-функту еврофункта. И поэтому смотрим за динамикой торгов уже европейской торговой сессии. Уважаемые коллеги, оставайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллара, и сколько улки возникли. Также бы хотелось отметить на сегодня по паре фунт-доллар следующий ключевой уровень поддержки сопротивления. Поддержка расположена на отметках 1.6773 и 1.6730, а сопротивление расположена на отметках 1.6819 и 1.6856. Переходим к следующей нашей валютной паре, это у нас пара доллар-японская иена. Ведущие мировые фунт-доллары индексы двигаются все выше и выше накануне S&P500. Американский фунт-доллары индекс широкого рынка установил свежий исторический максимум. При этом бы кипы у пары доллар-иена спричат идти в атаку. Тем не менее, потенциалового роста у пары доллар-иена присутствует. И, соответственно, сегодня можно ожидать тестирования уровня сопротивления 102.39. Почему у нас, допустим, пара доллар-иена так тяжело идет вверх? Ну, потому что инвесторы тоже понимают, что сейчас на фоне ростов пляционного давления трудно рассчитывать на сильное ослабление японской иены. Была у нас такая инвестиционная идея в начале года, что слабое пляционное давление будет вызывать дальнейшее ослабление японской валюты. Но сейчас на фоне ростов пляционного давления в Японии растет и, соответственно, пока нет предпосылок для сильного обесценивания национальной валюты Японии. Соответственно, мы сегодня сможем увидеть умеренное укрепление пары доллар-японской иены. На сильный рост рассчитывать не приходится. По паре доллар-иена сегодня можно увидеть следующий уровень поддержки сопротивления. Поддержка расположена на отметке 111.42.176. Сопротивление расположено на отметке 111.95.102.39. Уважаемые коллеги, в этом слайде представлены ключевые уровни поддержки сопротивления по основным валютным парам. Вы с ними можете ознакомиться. Хотелось бы сделать небольшой анонс. Сегодня в 5 вечера к московскому времени мы проведем вебинар «Как зарабатывать на российском рубле». У нас в компании «Прэшкорос» ввели новые торговые инструменты. Пара доллар-рубль и евро-рубль. И вот сегодня мы посмотрим, какие же факторы влияют на движение котировок валютных пар с российским рублем. Все эти вопросы мы сегодня рассмотрим в 5 вечера по московскому времени. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, большое всем спасибо за внимание. Желаю сегодня всем успешной торговли. И приглашаю вас там на... Спасибо за внимание. Продолжение следует...